Проверить новые банкноты легко, заявил Госзнак и выпустил приложение «Банкноты-2017». На официальном сайте Госзнака появилось и видео, в котором подробно рассказано, как пользоваться приложением. Оно распознает номинал, лицевую и оборотную стороны банкнот. Проверка банкноты происходит на лицевой стороне при совмещении рамки на экране с краями банкноты. При правильном наведении камеры на рамке появляются зеленые углы. Телефон вибрирует. Многие горожане восприняли новое приложение как действенный способ определить подлинность купюр. Однако, как мы видим, это не так. Трехмерные изображения появляются как на оригинальных купюрах, так и на фальшивых. Телефон распознает поддельные банкноты как настоящие. При совмещении рамки и банкноты на экране появляются зеленые уголки. На возмущенную реакцию общественности пришел ответ разработчиков. Анимированные картинки, которые возникают над поверхностью банкноты, лишь предварительная стадия, предназначенная для определения системой стороны и номинала банкноты. Основной этап проверки начинается после нажатия на оранжевую кнопку «Проверить». На этой стадии приложение уже четко распознает необходимые защитные признаки, отличая подлинную банкноту от подделки, пояснил пресс-секретарь АО «Гоззнак» Глеб Руденко. Таким образом, разработчики косвенно признали, что приложение может лишь выявить признаки подлинности, но не гарантирует стопроцентной точности. То есть, приложение в какой-то степени игрушка. Глаз человека и тактильные ощущения не сможет заменить ни одна камера. Отличить подделку от оригинала можно по нескольким признакам. Новые банкноты обладают новыми защитными признаками. Ранее, допустим, на банкнотах не встречался такой интересный защитный элемент, который мне нравится на банкноте 2000 рублей. Это вот стилизованные изображения Солнца, где находится у нас полимерная нить, то можно увидеть, как на самой нити цифры, обозначающие номинал 2000 рублей, при изменении угла наклона начинают относительно друг друга перемещаться. То же самое на банкноте 200 рублей. Только там не цифры перемещаются, а такие вот квадратики. Для людей с ослабленным зрением есть рельефные метки с изображением номинала на краю банкнот. Предусмотрели и водяные знаки. На просвет должны быть видны либо памятник затопленным кораблям на купюре в 200 рублей, либо русского моста на банкноте в 2000 рублей. Но эти приемы годятся лишь для обычных потребителей. У работников сферы обслуживания свои способы распознать подделку. В банкнотном производстве используются краски, которые являются носителем специальных свойств. Для того, чтобы определить, есть ли эти свойства в краске и нанесены на банкнот, то нам нужно использовать технические средства. Для этого мы используем прибор, который используется для определения ультрафиолетовых лучей и инфракрасного излучения. На специальном приборе часть изображений исчезает под ультрафиолетовым излучением, часть остается видно на экране. Таким образом проверяются все банкноты, выпущенные Центробанком, как новые, так и старые. Поэтому продавцам опасаться подделок не стоит. Напомним, в ряде городов специалисты сферы обслуживания отказываются принимать неизвестные фантики. Кстати, в ряде городов специалисты сферы обслуживания, Кстати, Роспотребнадзор будет штрафовать продавцов в случае отказа в приеме новых купюр. Штраф обойдется в сумму до 50 тысяч рублей. Ведомство открывает горячую линию по вопросам приема банкнот указанного номинала. Не принимают новые купюры и банкоматы. Впрочем, не все. Сейчас идет активная подготовка устройств к приему и выдаче банкнот номиналом в 200 и 2 тысяч рублей. В Приморском крае модернизировано около 50% банкоматов. Подготовка этого оборудования началась уже с момента выпуска, с 12 октября и продолжается по сию пору. Мы тесно взаимодействуем с участниками рынка, с кредитными организациями и ожидаем, что полностью банкоматы и терминалы будут готовы в течение первого квартала. То есть, отладка идет постепенно, с момента, с 12 октября, с момента ввода новых банкнот, 200 и 2 тысяч рублей. Работники банков уверяют, купюры не стоит покупать за сумму выше стоимости номинала. Новые банкноты не являются памятными и по прошествии некоторого времени появятся у всех. Катерина Матвеева, Игорь Болтов, Новости на Восьмом.